Друзья, здравствуйте, добрый день. Меня зовут Константин Камакорцев. Я являюсь председателем управления клуба Volga Pride. И сейчас бы я хотел прокомментировать тот чек-лист, создать видеоинструкцию, видеоурок для того чек-листа, который, я надеюсь, вы уже скачали. Итак, давайте вместе пройдем по пунктам. Всего их 10. Уверен, что этот чек-лист очень сильно упростит первое занятие для вашего ребенка. Давайте начнем. Итак, первый пункт из 10. Заранее познакомьте ребенка со спортом. Что я здесь имею в виду? Покажите ему какое-то фото или видео наглядное, чтобы он понял, куда вы его хотите отдать, каким видом спорта он будет заниматься. Если это видео, очень много видео у нас на странице в Инстаграм, в Ютубе и так далее. Если вы уже решили отдать ребенка в другой спорт, а мы вообще, в принципе, за то, чтобы ребенок занимался любым спортом, потому что все дети разные, покажите ему видео футбола, акробатики, гимнастики, любых видов единоборств. В общем, немножко заранее познакомьте ребенка с этим видом спорта. Итак, идем дальше. Второй пункт. Примите во внимание характер своего малыша и говорите о походе занятия на занятие заранее, или уже наоборот ставьте перед фактом. Что я здесь хотел сказать. Все дети разные по психотипу, по характеру, естественно, поэтому понаблюдайте за своим ребенком. Я уверен, что вы к нему знаете лучший подход. Посмотрите, как ему будет комфортнее. Если вы заранее будете, за день-два планомерно готовите, говорит, дорогой сын Иван, дочка Катя и так далее, мы сегодня идем на тренировку по тэквондо, либо по футболу, готовься, после садика я приду, заберу тебя, после школы я приду, заберу тебя, и мы вместе пойдем. Или же наоборот, просто заберите его после садика, поставьте перед фактом, возьмите вещи с собой и идите на тренировку. Все очень субъективно, смотрите на своего ребенка. Третий пункт. Форма одежды должна быть удобной и не стеснять движения. Это очень важный пункт, потому что, мало того, что вся ситуация дискомфортная для первой тренировки, для ребенка, если еще форма одежды неудобная, это тоже достаточно сильно раздражает. Мы просим, чтобы к нам на занятия приводили в удобных спортивных штанах, футболки, у нас покрытие есть в зале, даже если нет, мы занимаемся босиком. Это форма одежды для нашего вида спорта. Спортивные удобные штаны и футболка, занимаемся босиком. Очень важно, чтобы штаны хорошо тянулись, и в них было удобно делать различные махи, растяжку и так далее. В нашем виде спорта это очень-очень важно. Идем дальше. Четвертый пункт. Приходите на тренировку за 10-15 минут для начала занятий, чтобы ребенок мог адаптироваться к атмосфере зала. Это тоже немаловажно. Очень часто, я понимаю, что жизненные обстоятельства, пробки. Часто родители приводят впритык на тренировку детей. Ребенок не успел ничего понять, заходит в зал, уже идет тренировка. Для него мало того, что стресс, новые люди, новая обстановка. Он начал не сначала, и очень-очень тяжело втягиваться в тренировочный процесс. Поэтому позаботьтесь, пожалуйста, уважаемые родители, чтобы за 10 минут быть до начала тренировки в зале. Он придет, побегает с ребятами по залу, познакомится с кем-то. Когда начнется тренировка, он будет готовый и более плавно включится в тренировочный процесс. Это очень важно. Примите во внимание. Также из своей личной практики скажу, что это следующий пункт. Ребенок может стесняться и даже плакать на первой тренировке. Это нормально. Поддержите его. Да, друзья, это абсолютно нормально. Все дети разные. Кто-то очень легко втягивается в тренировочный процесс. Для кого-то первоначально это стресс. Я и сам помню, меня в 5 лет отдали на каратэ, не на тэквондо, прошу заметить. Я пришел на тренировку, и для меня это был ужасный стресс. Поэтому ребенок может плакать, может капризничать. Это абсолютно нормально. Не принимайте это близко к сердцу. Если тренер грамотный, он все это сведет на нет, переведет в игровую форму. И со временем, 1-2 тренировки, и ваш ребенок будет совершенно спокойно ходить на тренировки. Извиняюсь за тавтологию на занятия. В общем, очень важно. Не принимайте близко к сердцу. Такое случается. Поддержите его. Скажите, что все будет хорошо. Ты у меня такой молодец. И результат не заставит себя ждать. Далее идем по пунктам. Если я не ошибаюсь, пункт 6. Возьмите с собой обычную негазированную воду. Это тоже очень важно. Во время занятий у нас есть перерывы. Хочется пить. Поэтому возьмите с собой водички, чтобы ребенок попил. Так как обезвоживание нам ни к чему. Идем дальше. Пункт номер 7. Не отвлекайте вашего спортсмена во время занятий. Тоже я понимаю, что хочется помочь ребенку. Но тем не менее, когда идет тренировочный процесс, не надо звать ребенка по имени. Мы стараемся, чтобы на первом занятии тренировочного процесса ребенок полностью погрузился. Когда вы постоянно дергаете, очень тяжело и нам работать, и ребенку работать. Поэтому, пожалуйста, не отвлекайте своего малыша. Восьмое. После тренировки обязательно похвалите. Как бы у него не получалось. Даже если он там нереально халтурил, баловался. Похвалите ребенка. Поймите. Вспомните себя в детстве. Очень тяжело принимать какое-то новое занятие, если тебе еще говорят, что у тебя не получается. Но будьте объективнее. Если тебе скажут, что не получится, то какая мотивация заниматься дальше? Абсолютно нет. Поэтому похвалите. Скажите, ты сегодня молодец, все было супер. Прямо мы удивились. Вообще красавчик. Со своей стороны мы, естественно, делаем то же самое. Девятое. Расспросите дома своего юного спортсмена об эмоциях и впечатлениях. Это очень важно, чтобы понять, насколько ребенку подходит этот вид спорта. Спросите, что ему понравилось, что ему не понравилось. В целом, я думаю, что какую-то конкретную информацию услышите вы. Если вы настроены, что ребенок должен ходить в эту секцию, вы можете сводить одну-три тренировки. За эти три тренировки, я вас уверяю, вы поймете, подходит она ему или нет. Если он идет туда с неохотой, через силу, честно вам скажу, ну, не мучайте ребенка. Не надо его мучить. Просто все люди разные, все дети разные. Кому-то нужны единоборства, кому-то нравится футбол, кому-то нравятся танцы, пение. Это абсолютно нормально. Поэтому прислушивайтесь к своему ребенку. Это самое главное. И пункт номер 10. Если вы сделали все 9 предыдущих пунктов, и вам все понравилось, приходите на вторую тренировку. Вот такой получился чек-лист. Надеюсь, мои советы будут вам полезны. Сохраняйте его. Можете прям пробежаться, распечатать его, либо сохранить на телефоне. Пройтись по нему, подготовить ребенка и приводить его на тренировку. К нам, либо кому-то еще. Самое главное, чтобы ваш тренировок занимался тем видом спорта, в той секции, в том кружке, который ему нравится. Спасибо за внимание. С вами был Константин Комогорцев.